Детвертая группа. Стратегии сокращения спроса на наркотики среди молодежи в городе Нижневартовск. Мне кажется очень важно, Борис Сергеевич, тоже обращаюсь к вам, мне кажется очень важно использовать эту конференцию для того, чтобы в содержательном смысле раскритиковать, так сказать, предыдущую работу, посмотреть на ограничения и наоборот на сильные стороны работы в Нижневартовске. И, собственно, чтобы Нижневартовск нам на конкретном своем предметном материале показал, что можно делать в городе. Чтобы мы это обсудили не просто в общих постановочных вопросах, а на конкретном городе. Пятая группа. Ханты-Мансийский автономный округ как федеральная экспериментальная площадка по созданию региональной системы сокращения спроса на наркотики среди молодежи. Также очень важен уровень округа. И я тоже признателен, что очень сильная, мощная содержательная команда от округа представлена. Это не значит, что все представители Ханты-Мансийского автономного округа или города Нижневартовск должны идти в эти группы. Вовсе нет. То есть какое-то ядро должно идти по личному решению, по согласованию. Но это значит, что у нас есть возможность, опять же, проработать уже проект Ханты-Мансийского автономного округа как федеральная экспериментальная площадка. На выездном совещании председателя ГАК в конце ноября в городе Ханты-Мансийск соответственно, мне кажется, необходимо будет представить и стратегию дальнейшей работы Нижневартовска и план экспериментальной работы Ханты-Мансийского автономного округа в целом. Это могло бы продвинуть регионы всей Российской Федерации. Следующая группа. Шестая предпоследие. Эта группа должна будет проработать и представлять нашему вниманию содержание экспериментальных программ ресоциализации, социальной реабилитации, наркозависимых. Разработка проектов сломан наркотизации подростков критического возраста и специальных категорий населения. То есть здесь мы напрямую обсуждаем уже содержание экспериментальных программ, что передового есть в стране, в мире, и как нужно действовать, и кто как реально действует. И седьмая группа. Это организация содержания формата деятельности региональных антинаркотических комиссий. Мне кажется, что все согласятся со мной, что реальный ресурс управленческо-административной антинаркотических комиссий сегодня по России задействован очень неровно. Я знаю, есть регионы, муниципальные образования, где антинаркотическая комиссия, она действительно мощный, мощнейший инструмент антинаркотической политики, где обязательно на каждом заседании этой комиссии присутствует первое лицо, и оно, собственно, рулит этой комиссией. Но я также знаю, что есть очень много субъектов Российской Федерации, где даже уже не замгубернатор, допустим, да, а берут самое простое, что ну-ка, ФСКН, иди сюда, вы, так сказать, занимаетесь этим делом, вы отвечаете, вы как служба, пожалуйста, веди комиссию, это твой труд. То есть президент, еще Владимир Владимирович Путин, указан в октябре 2007 года, создал мощнейший механизм государственного антинаркотических комитета, региональные антинаркотические комиссии по председательству лица, который имеет все полномочия на данной территории губернатора. И, на мой взгляд, мы сегодня, конечно, просто упустили эти три года работу этой комиссии, этих комиссий. Поэтому нужно, мне кажется, предметно разобрать одну-две комиссии, посмотреть, что нужно делать. Есть совершенно разные предложения, вплоть до создания межведомственных центров при комиссии, создания специального аппарата комиссий. А может быть, не нужно владеть какие-то специальные органы и аппараты, нужно правильно вести межведомственную работу. Как это делается? В Ханду-Мансийском автономном опыте существует департамент внутренней политики, целый отдел, который занимается этой комиссией. Может, нужно отделе на уровне советников губернатора доделать. Давайте это обсудим. Потому что, если антинаркотическая комиссия в субъектах будет работать, то это значит, что это уже полдела сделано. Это главный штаб, это главное управленческое ядро того, что можно сделать в сфере антинаркотической политики. По данным группам у нас, соответственно, я сейчас кратко скажу про то, какие будут игротехники. Вы видите, игротехник, исполняющий обязанности начальника научно-исследовательского центра ФСКН России, советник-директор ФСКН России, Батыршин Ильнур Альдаврич. Прошу любить и жаловать, значит, в аудиторию проходите. Все раз повторяю, что это не в том, что обязательно федеральные чиновники должны быть в этой группе. Должны быть те, кто имеет целостный проект национальной системы сокращения спроса. Вторая группа – разработка стандартов качества и критерий эффективности. Борис Валентинович Крупнов, директор Института демографии, миграции и регионального развития. Я попросил бы в эту группу по возможности Ирины Александровны Уваровой, либо вы, либо кого-то решите, то есть чтобы, конечно, были люди, которые будут от Департамента социального развития разрабатывать стандарты. Я попросил, может быть, Ксению Кириллову, если посчитает возможным. Также попросил, значит, Волотова, Белгород, да, ну, примерно какие прикидки, там дальше посмотрите, решите сами. Третья группа – создание системы обеспечения антинаркотической безопасности. Игротехник Цымбал Олег Александрович, заместитель директора Института демографии, миграции и регионального развития. И Олег Александрович Цымбал, я советую, если можно, Евгений Маленкин в эту группу, чтобы задать, так сказать, опыт практически очень серьезный. Просил бы, может быть, Богомолова и еще кого-то, Новопашина Николая Олеговича, может быть, тоже решите, с точки зрения вот того спецназа, который мы обсуждали, что делать в конкретных регионах, в них религиозных, что делать. Но это вы тоже решаете, это только рекомендация, ни в коем случае не обязательное утверждение. Четвертая группа, стратегия сокращения спроса наркотик среди молодежи в Нижневартовске, значит, попрошу Коклюкина Николая Владимировича, члены экспертного совета аппарата ГАД по Центральному федеральному округу. И еще раз говорю, что не обязательно всем нижневарцам идти в эту группу. В эту группу должны пойти те, кто полностью владеет ситуацией по реализации ваших антинаркотических программ, и кто готов дальше это серьезно обсуждать, может быть, выдвигать на следующие программы, следующие идеи. И здесь, в том числе и люди, которые хотели бы здесь помочь и других городов. Потому что, помогая Нижневартовску в данном обсуждении, мы вырабатываем общие схемы работы. Мы продвигаем всю нашу федеральную ситуацию. По Картамансийскому автономному округу Милентьев Серафим Эдуардович, заместитель председателя председателя председательного совета Института демократии и миграции регионального развития. Также важно очень, и прошу тоже все-таки подумать, здесь очень важно, с одной стороны, чтобы не все представители Ханта-Мансийского шли в эту группу, а с другой стороны, чтобы представители других регионов шли в эту группу. Эта группа прорывная. Вот благодаря действительно серьезной активности и города Нижневартовска, и мэра Нижневартовска, и Ханта-Мансийского автономного округа, и губернатора Ханта-Мансийского автономного округа, мы сейчас здесь строим прорывную ситуацию. Таким образом, также представители других субъектов федерации могут идти в эту группу, потому что здесь будет вырабатываться не только предметно-ханта-мансийская стратегия. Здесь будет вырабатываться и общий формат работы. Шестая группа, спасибо. Шестая группа. Содержание экспериментальных программ. Зимцова Наталья Игоревна. Наталья Игоревна, как там сложная у вас, сложная должность, как подсказывать? Наталья Игоревна, у меня просьба максимально сосредоточиться на содержательной стороне. В этом смысле наша задача здесь такую научно-методическую, методологическую работу провести. Здесь замначальника управления Министерства информации Республики Беларусь. Мне очень важно, я люблю, чтобы управленческий опыт ваш здесь, как и для техники, применили, для того, чтобы выработать общий формат, вообще разобраться, что делает и что может делать актинаркотической комиссии.